Всем привет! Меня зовут Таня, и я уже три месяца живу в Германии. В этом видео я хочу с вами поделиться 10 вещами, которые не стоит здесь делать. Поехали! Итак, первое в нашем списке — это фильм за 1000 евро. И сейчас расскажу, как такое может случиться. Дело в том, что в Германии мы не можем бесплатно скачивать фильм, музыку, видео различного типа из интернета, если на них наложено авторское право. В этом случае вам придет штраф от 800 до 1500 евро. Я думаю, что музыка и фильм не стоят таких денег. Поэтому лучше либо покупать подписки, либо просто смотреть в интернете. Будьте внимательны! Итак, дальше у нас по списку билет на поезд за 60 евро. Дело в том, что вход в метрополитен в Германии свободный. Турникетов нет, контролеров нет. Есть только терминалы, где можно купить билет. Если вдруг вы захотите прокатиться с зайцем, возможно, вас никто не словит. Но если вас словит контролер, вам придется заплатить за билет не 2 чем-то евро, а 60. Почему шопинг отменяется? До Германии я жила в Молдове. И в воскресенье я могла пойти куда угодно. В магазин, на рынок, сделать любые свои дела. В Германии ситуация обстоит по-другому. В воскресенье все закрыто. Вы не сможете пойти в магазин. Единственное, где вы можете что-то купить, это, наверное, заправка. Что касается аптек, работают некоторые дежурные. Поэтому имейте в виду, если что-то вам нужно, закупайте это в субботу. И, кстати, если пойти в магазин, делать покупки в понедельник, из-за того, что воскресенье не рабочий день, возможно, вы нарветесь на скидки. Так что имейте в виду. Пункт с арендой квартиры заключается в том, что когда мы арендуем квартиру, нужно дать залог в размере 1500-2000 евро. Примерно. Это уже варьируется от цены вашей квартиры. Мой совет состоит в том, чтобы перефотографировать эту квартиру от и до. Каждый уголок. Каждую ситуацию, которая вас смущает. Плюс, если вы хотите что-то поменять в этой квартире, пожалуйста, обсудите это с вашим хозяином. Если даже нужно будет, составьте договор о том, что он не против. Потому что в конце, когда вы будете съезжать, менять квартиру, хозяин может придраться до любой мелочи. И это на самом деле так. Конечно, есть хорошие хозяева, которые адекватные люди, но Германия это такая страна, в которой вам потом могут даже не отдать залог. Если у вас не будет фотографий, на которых вы можете показать, что вот, я арендовывал квартиру, и это было, в таком случае хозяин может сказать, что нет, этого не было, и я снимаю за вас деньги. И вот так бы мелочь по мелочи, мелочь по мелочи, и вас может уйти весь залог. А это очень важно. Почему в Германии все тащатся в магазин с большими пакетами пустых бутылок и сдают их? Дело в том, что когда вы покупаете бутылку с напитком, вы отдельно оплачиваете стоимость бутылки и отдельно оплачиваете стоимость напитка. И после того, как вы это выпили, вы можете вернуть пустые бутылки в магазин. Есть специальные терминалы. Кстати, бутылки можно сдавать только вот с таким значком. И после этого ваш чек будет сокращен на ту стоимость, которую вам вернули за бутылки. Чек, кстати, выдает этот терминал, так что не выбрасывайте жестяные, стеклянные или пластмассовые бутылки. Сдаем их обратно. В немецких банях принято париться голышом. И причем все вместе. Мужчины, женщины, пожилые люди, дети. Все парятся вместе. Для немцев это нормально. Они считают, что от купальников исходят вредные испарения, которые вредят здоровью. Поэтому, если вы стеснительный человек и не готовы оголяться перед другими людьми, лучше узнать, есть ли в вашей бане мужские и женские дни отдельно. И имейте в виду, чтобы не попасть в него в эту ситуацию. Следующее предупреждение тоже основано на личном опыте. Дело в том, что в одни выходные мы решили пойти отдыхать на берегу реки. Парковок для машин так не было. Поэтому люди парковались просто на траве. Это, чтобы вы понимали, не газон, а просто буряны, крапива и все такое. После чего нам пришел штраф. Оказывается, в таких местах нельзя парковать машину. Считается, что ты вредишь природе. И за такую парковку следует заплатить несколько сотен евро. Что не очень приятно. Поэтому обязательно ищите, чтобы место, где вы припарковали машину, было парковочным. Раньше я страшно боялась ос. Как любой другой человек. Естественно, потому что они могут ужалить. Но в Германии я стала бояться их гораздо больше. Знаете почему? Потому что за убийство осы можно заплатить от пяти тысяч до пятидесяти тысяч евро. Это громадные деньги. Был случай в одном городе, когда заплатили за осу, за ее убийство. Это была какая-то специальная там оса. Шестьдесят пять тысяч евро. Вы можете себе представить шестьдесят пять тысяч евро за осу? Теперь, если она залетает в мой дом, я просто открываю шире окно и ухожу из этой комнаты. Жду, пока она сама улетит. Таким образом, оса, можно сказать, выкнула меня из дома. Вот. Если вдруг оса залетела в ваш напиток, в интернете рекомендуют аккуратно ее вытащить и оставить на солнышке сохнуть. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны с осами в Германии. Что делать с мусором в Германии? Дело в том, что здесь нельзя сбрасывать весь мусор в один пакет. Существует один мусорный бак для бумаги, второй для пищевых отходов и третий для пластика. Лично мне эта система нравится. Было вначале немножечко непривычно, иногда путала, потом шла, доставала. Но, в конце концов, к этому очень быстро привыкаешь. За то, что перепутал мусор, можно заплатить вначале от 50-ти, там, до 60-ти. 10 может, возможно, евро. А вот уже вторые-третие разы вам может прийти штраф до 5000 евро. Поэтому лучше экономьте ваши деньги и сортируйте мусор. Напоследок, я оставила забавный факт. Дело в том, что для меня это просто. Очень странно. Ситуация состоит в том, что если вы или ваш ребенок захотите на берегу построить замок, нужно вначале узнать, разрешено ли на этом пляже строить большие замки. Потому что на некоторых пляжах замок, точнее, диаметр замка не должен превышать 4 метра. Следовательно, вместе с грабелькой и лопаткой возьмите с собой еще линейку. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что некоторые факты были смешными, другие были полезными, и третьи были основаны на личном опыте. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны с законами в Германии. Имейте в виду. Потому что лично я уже на некоторых обожглась. Удачи!